Здравствуйте, дорогие друзья, все, кто присутствует точно, все, кто подключился онлайн. Меня зовут Наталья Мачехина, я генеральный директор некоммерческой организации культурно-образовательного проекта «Страна читали», и сегодня я хочу с вами поговорить про буктрейлеры и рассказать про простые и полезные советы авторам буктрейлеров. Я думаю, что выступление будет полезно и тем, кто знает, что такое буктрейлер, может быть, является автором буктрейлеров, полезно и тем, кто, возможно, первый раз сталкивается с этим термином, потому что мы, безусловно, сегодня с вами посмотрим и рассмотрим, что такое буктрейлер, какие бывают виды буктрейлеров, познакомимся с примерами и, конечно же, посмотрим весь алгоритм создания буктрейлера. И я хочу обратить ваше внимание на такую вот подпись в скобках, что всё, о чём я сегодня буду говорить, это, можно сказать, результат анализа буктрейлеров, которые были сделаны участниками международного конкурса одного, наверное, из самых крупных медиапроектов в формате буктрейлеров «Страна читали». Про конкурс тоже сегодня немножечко расскажу. Ну, давайте мы, наверное, с вами начнём, собственно, с того, что же такое буктрейлер. Это небольшой рекламный ролик, который рассказывает о книге в художественной форме. Я думаю, что вы знакомы с таким понятием, как трейлер к фильму, когда задача трейлера заинтересовать вас, заинтересовать зрителя этот фильм посмотреть, но при этом не выдать все интриги. Задача буктрейлера точно такая же. После просмотра ролика о книге заинтересовать других читателей, прочитать уже полностью книгу. И, безусловно, цель таких роликов – это пропаганда чтения и привлечение внимания книгам, в том числе с помощью информационных технологий. То есть мы с вами говорим про такой вот синтез чтения и, безусловно, информационных технологий, потому что дети, да и не только дети, в рамках нашего конкурса и взрослые участники делают ролики. Соответственно, сделать видеоролик, конечно, нужно определёнными навыками обладать. И некоторые информационные технологии использовать. Но я дальше буду об этом говорить, что абсолютно не обязательно быть каким-то супергуру. И фактически можно сделать буктрейлер, который может даже войти в призы, занять первое место и быть прекрасной работой, используя, условно говоря, возможности своего смартфона. Но давайте, чтобы тоже не быть голословной, как я сказала, мы сегодня с вами будем смотреть и примеры буктрейлеров. И я предлагаю один такой ролик посмотреть. Сейчас, буквально секундочку, я хотела сказать, что это вот ролик, который сделала Екатерина Лазукова. Это участник, участница конкурса «Страна читария» много лет. И как раз это ролик победитель в номинации «Фантастика и фэнтези» в как раз-таки 2023 году. Давайте посмотрим. Что нужно человеку для того, чтобы выжить на неизвестной планете? Конечно же, воздух, вода, оружие от хищников, пища. И та же какая-никакая компания. Дороти, единственный друг мой. Ведь если есть цель найти корабль, чтобы вернуться домой, тогда на это можно потратить годы. Годы поисков. Чтобы вернуться на Землю, где так много зелёного. Подсмотри, Дороти, вот он, зелёный цвет. Он необыкновенно красивый. Главное, не сойти с ума. И дождаться спасения. Дороти, знаешь, что нужно человеку для счастья? Надежда. И всего лишь немного, немного зелени. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой вот потрясающий буктрейлер. Мы сегодня с вами еще посмотрим примеры буктрейлеров, и я специально постаралась подобрать очень разные, чтобы показать, что творческое, скажем так, выражение и осмысление прочитанных книг, оно бывает очень разное. Раз уж я упомянула про конкурс, международный конкурс медиапроектов «Буктрейлеры. Страна читали», немного о нем расскажу. Как раз я упомянула, что буктрейлер, который мы сейчас с вами посмотрели, занял первое место в категории фантазии и фэнтези. Есть и другие номинации, я про них чуть попозже расскажу. Если говорить про конкурс, то здесь цифры только за 2023 год. В этом году было более 2000 участников, 62 субъекта Российской Федерации, точнее участники из 62 субъектов Российской Федерации отправили свои буктрейлеры на конкурс. 521 работа была представлена, 521 книга была прочитана, осмыслена и переведена в художественный видеоряд. Не буду подробно останавливаться на целях, на задачах конкурса, но обращу ваше внимание, что внизу, в правом нижнем углу экрана, есть QR-код, по которому вы можете пройти и, соответственно, ознакомиться. Вы пойдете на наш сайт, можно там ознакомиться и с положением о конкурсе, и узнать о номинациях, которые, соответственно, на конкурсе будут. Я буквально только несколько слов о них скажу. Что в 2024 году будет, обратите внимание, достаточно много номинаций. Я к тому, что на самом деле любую книгу, это очень важно, что ребенок может выбрать абсолютно любую книгу для создания буктрейлера и подобрать номинацию для того, чтобы в конкурсе поучаствовать. Но, опять же, конечно, можно делать и буктрейлер не только для того, чтобы участвовать в конкурсе. Возвращаясь к буктрейлерам, я хотела бы вам рассказать о том, что есть разные виды буктрейлеров, абсолютно разные. Мы сейчас про каждый из них немножечко поговорим и посмотрим, соответственно, примеры. И первый буктрейлер, который может сделать, в общем, не только ребенок, как я сказала, это может делать и взрослый, например, на конкурсе. У нас много есть взрослых участников, и самому старшему было, по-моему, 90, то ли 89, то ли 90 лет, насколько я помню. Да, это правда, по-моему, в 95 лет. Да, это участник. А самому младшему участнику конкурса, насколько я помню, было 3 годика. Это уже потрясающая работа. Понятно, что, конечно, и помогают родители, иногда старшие братья и сестры, но это тоже, можно сказать, один из таких эффектов конкурса, когда идет определенное объединение семьи, объединение людей абсолютно разных поколений в работе над буктрейлером. И вот тоже хотела сказать про участие в конкурсе, почему еще мы рекомендуем, что если вы делаете буктрейлер, то отправьте его на конкурс. Потому что ребенок попадает, участвуя в конкурсе, он попадает в определенную среду, в среду определенных ценностей, где любят книги, где читают книги, где делают по ним буктрейлеры. И это, знаете, очень хорошо видно, когда у нас проходит церемония награждения. Она уже который год проходит в стенах Российской государственной детской библиотеки, за что, конечно, огромное спасибо руководству библиотеки. И мы показываем ролики победителей в каждой из номинаций. И смотрим, наблюдая за залом, как у детей загораются глаза, когда они смотрят ролики, можно сказать, своих сверстников, других ребят по прочитанным книгам. И прямо, я думаю, фиксируют для себя, какие книги они хотели бы в будущем прочитать. Хорошо, давайте перейдем к роликам, к буктрейлерам. И первый — это игровой буктрейлер, рекламный ролик по книге, в котором участвуют живые актеры. И, как мы понимаем, с вами абсолютно необязательно профессиональные. Как правило, это сами же авторы буктрейлера. Собственно, пример такого буктрейлера мы с вами смотрели до этого, хотя там, можно сказать, такой немножечко всё-таки микс был. И я вам хочу показать ещё один пример игрового буктрейлера по книге «Вымысел». С древних времён люди верят в непобедимый рок и всячески стараются узнать своё будущее. Но зачем? Разве не существует свободная воля? Я думаю иначе. Вы напомнили мне одно странное происшествие, одну встречу. Я, впрочем, и не забывал её никогда. Это долго рассказывать, но если хотите, я вам расскажу. А сколько лет прошло? Я видел её на банкете одного художника. Молода, красива, но какие ошеломляющие, неприятные глаза, сквозные, точно из цветного хрусталя, и старые, мёртвые. И всё-таки это были молодые и живые глаза. А кто эта загадочная дама? Графиня Ивона де Сюзор. Здравствуйте, господин Политов. Вы мне кажетесь очень странный. И вы, конечно же, отдаёте себе отчёт, почему. Немного, но в душе много смутного. И это мучает вас. Но вы на верной дороге. Мне действительно и двадцать шесть, и восемьдесят один. Что с загадки? Не торопитесь, мой милый. Будем пока друзьями. Будьте, друг мой. У меня сегодня вечером. И вон надесь узор. Я должна рассказать вам кое-что. Кое-что о себе. Вы уезжаете? Я не уезжаю. Но вы, вероятно. Постойте, я не собираюсь никуда уезжать. Сегодня я должна рассказать вам то, чего вы ещё не знаете. Граф Сюзор по некоторым причинам не считал меня своей дочерью. Ей семнадцать лет. Я и моя мать жили вдали от него. В нищете. Мысли о моей судьбе ужасно мучили меня. Что ждёт меня впереди? Неизвестное несчастье или большое счастье? Куда идти? Город приехал прорицатель. Он знает ответы на все вопросы. И даже денег не берёт. Дитя моё, вас ждёт завидная судьба. Вы будете богаты. Будете известны. Будете несколько раз болеть, но выздоровеете. Ни у кого из вас даже фантазии нет. Одинаковые фразы для всех годны. Я хочу знать всё, что произойдёт со мной. Понимаете? Лучше забыть о вашем желании. Никогда. Ни за что. Подумайте, дитя моё. И вы молитесь. Графиня, но разве нам не дана свободная воля? Я изменила свою судьбу, пожелав знать её. И совершила страшную, непростительную ошибку. Графиня, я... Вы мне напишите. Такой вот буктрейлер. И обратите внимание на возраст участников. То есть мы с вами понимаем, что это уже, ну, как минимум, старшая школа. Следующий вид буктрейлера – это презентационный. Это ролик, который сделан на слове слайдов, иллюстрации, презентации. Это могут быть книжные развороты, это могут быть рисунки, которые делают сами авторы, фотографии. Соответственно, все эти изображения могут сопровождаться голосом, музыкой, титрами, текстом в том числе. И таких буктрейлеров тоже на конкурсе много, и они занимают призовые места. Потому что иногда бывает, что, например, ребёнку не нравится ему перед камерой выступать, или он никак не хочет какие-то там актёрские навыки развивать, нет такого желания. При этом, например, ребёнок, ему нравится рисовать, или ему нравится делать презентации. Вполне можно и этот свой творческий потенциал использовать для того, чтобы сделать буктрейлер. И давайте с вами посмотрим ролик, который также, это ролик один из победителей конкурса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Вот такой вот буктрейлер. И обратите внимание, что буктрейлеры, знаете, даже по настроению очень разные бывают. Некоторые такие с юмором, и почему нет, это тоже приветствуется, а некоторые, наоборот, они серьёзные, они прям, скажем так, дают почву для размышлений, заставляют прям вот задуматься. Абсолютно по-разному творчески переосмысливают книги ребятам. И последний вид, анимационный буктрейлер. Ролик похож на игровой, но с использованием анимации. В данном случае это может быть мультипликация, пластилин, это может быть кукла, это могут быть собственные рисунки. Это, например, может быть Лего. Тоже есть такие буктрейлеры, когда с помощью фигурок Лего фактически ребята создают мультик. который рассказывает о книге. И, конечно же, давайте с вами посмотрим пример, какая бывает зима. Слон, какая бывает зима? А что это такое? Рыжая дворняжка, наверное, ты знаешь, какая бывает зима. Бру! Холодно! Северный олень, может быть, ты ответишь, какая бывает зима? Зима бывает долгая. У меня на роде задлится целый год. Красногрудый снегирь, а по-твоему, какая бывает зима? Зима бывает трудная. Ребята, ну-ка скажите, какая бывает зима? Веселая! Зимой все катаются на лыжах. И на санках. И на коньках. Еще играем в мешки! Это буктрейлер, который сделали ребята, которые учатся в русской школе в городе Барселоне. И здесь еще такой вот тоже положительный эффект конкурса в том, что абсолютно из разных регионов, из разных стран дети могут принимать участие. И тем более это может быть важно для детей, для которых русский язык, например, не является родным языком. Я думаю, что вы в озвучке слышали, что, во-первых, мы, конечно, понимаем, что ролик был сделан детьми младшего возраста, судя по рисункам. И в озвучке тоже понимаем, что для ребят это была еще возможность развивать еще и язык. Это тоже как такой вот еще один положительный момент, который мы можем выделить в целом в процессе создания буктрейлера и в участии в конкурсе. И давайте с вами перейдем, собственно, к алгоритму создания буктрейлера. Здесь специально указано, что это общая схема. Потому что, когда мы говорим про творческий процесс, конечно, иногда бывает очень сложно его, скажем так, в какие-то рамки увязать. Но, тем не менее, я думаю, что для, например, родителей или учителей, которые только-только хотят помогать, первый раз помогать своим детям делать буктрейлер, для них это будет хорошая подсказка. Может быть, для авторов, которые уже не первый раз делают буктрейлер, это может стать таким вот опорным конспектом, и они, возможно, что-то добавят в свои действия по созданию по созданию буктрейлера. Плюс эта схема, она, конечно же, родилась из такого достаточно серьезного анализа и интервью с участниками конкурса, и, в частности, с победителями конкурса, когда, конечно, у них спрашивали, а как вам удалось сделать буктрейлер, который занял первое место. Что же такое вы делали? Что он у вас получился? Поэтому, о том, о чем мы сейчас с вами будем говорить, действительно, можно на эту схему, на эти советы опираться. Итак, первый этап, про который мы с вами поговорим, это, конечно же, мотивация, собственно, к участию в проекте. Ну, в данном случае мы будем говорить с вами про конкурс, но в данном случае может быть просто речь идти про проект, как создание буктрейлера. Может быть, пока вы решили это, предположим, попробуйте, пока на конкурс его не отправлять. Здесь указаны действия учителя, действия обучающихся, но, конечно, под учителем мы можем подразумевать и родителя, и старшего брата, и сестру, и бабушку, дедушку, и любого человека, который хочет помочь ребенку, да, или обучающимися сделать свой буктрейлер. И, конечно, первое, что, наверное, нужно сделать, это рассказать о том, что такое буктрейлер, и показать, какие есть образцы роликов, то, что, в принципе, мы сейчас с вами посмотрели. Еще чуть позже, ближе к концу своего выступления, я дам вам QR-коды на, например, папку, где будут собраны еще примеры роликов победителей прямо вот по номинациям, чтобы была возможность, да, если вы, например, выбрали какую-то особую номинацию, вы хотите ознакомиться, какие же ролики там были, понятно, чтобы, ну, может быть, вдохновиться какими-то идеями, почему нет, вы тоже можете это сделать. И, конечно, чуть позже я дам все ссылки на наши ресурсы, где тоже мы выкладываем всю информацию и про буктрейлер, и про конкурс в том числе. И, соответственно, результатом этого этапа будет решение о участии в проекте или о начале того, чтобы делать непосредственно буктрейлер. Второй шаг – это выбор книги. Собственно, на основании чего будет буктрейлер сделан. И здесь, конечно, важно отталкиваться от пожеланий, если вы работаете с детьми, конечно, от пожеланий ребенка. Но здесь еще, может быть, знаете, таким быть помощником рекомендации книг. Например, рекомендации каждый год дает Российская государственная детская библиотека. И тоже я вам дам ссылку, где можно эти рекомендации посмотреть, потому что книг очень много. Иногда бывает очень сложно выбрать. И тоже вы можете эти рекомендации дать, ребенку может выбрать из них. Но, опять же, я говорю, что ребенок может делать буктрейлер по любой книге. Но, по крайней мере, в рамках, если мы говорим про конкурс «Страна читали», абсолютно по любой. Это еще одна причина, например, почему так много номинаций. Чтобы была возможность выбора, чтобы какую бы книгу не выбрал ребенок, он мог свою работу отправить на конкурс и участвовать в той или иной номинации. Ну, конечно же, на этом этапе нужно определиться с тем произведением, по которому будет создан буктрейлер. Чтение книги, само собой. И вот здесь на что стоит обратить внимание. Этот пункт, он напрямую будет связан со следующим, но уже здесь важно в процессе чтения организовывать некие контрольные точки, на которых вы будете обсуждать основное содержание, может быть, идеи, которые понравились из книги, может быть, герои, кто из героев больше понравился, потому что иногда буктрейлеры делают с точки зрения того, как видит ситуацию один из героев. Может быть, цитата, которая ребенку запомнилась, которая его зацепила, основная мысль. То есть уже на этом этапе, на этапе чтения книги выводить его, скажем так, в такое вот осознанное русло, если так можно сказать. После прочтения книги, конечно же, создание сценария. Я думаю, что вот по тем буктрейлерам, которые мы с вами видели, ясно, что за этим буктрейлером, за этими буквально две-три минуты, как правило, длится буктрейлер, стоит большая работа, и большая работа, в том числе связанная с тем, что вообще показать буктрейлерам, потому что произведение может быть объемное, а нужно буквально в две-три минуты какой-то облечь смысл. И здесь, опять же, как вот такая подсказка, можно попросить ребенка выделить, может быть, слоган, основную мысль. вот что, прочтя эту книгу, вот что тебе запомнилось, как ты в двух предложениях можешь ее описать. Иногда слоган действительно помогает. Если со слоганом сложнее, тем более, если мы говорим про детей младшего возраста, то здесь можно пойти несколько другими путями, обсудить, может быть, какие-нибудь описания событий, героев, как я говорила, потому что очень часто бывает, что какой-то герой понравился в произведении, прямо вот через него хочется действовать в создании буктрейлера, может быть, какие-то главные идеи, характеристики, даже описание пейзажей, то здесь очень важно остановиться на том, что действительно зацепило и привлекло внимание ребенка, потому что только так он сможет это выразить в своем буктрейлере и тем самым заинтересовать собственно других ребят к прочтению книги и, конечно же, создание ролика. На самом деле, по тем опросам, которые мы проводили среди участников конкурса, они, наверное, этот этап выделили как самый сложный, потому что все свои идеи, которые у них были, нужно реализовать. Нужно реализовать буквально в эти 2-3 минуты. и здесь очень, конечно, важна поддержка того человека, который сопровождает создание буктрейлера. Если мы говорим, конечно, про ребенка, как правило, это либо родитель, либо учитель, и вот именно на этом моменте поддержать. И здесь, конечно, еще речь идет о том, что мы с вами создаем видеоряд, видеоряд смысловых блоков, и очень часто возникают вопросы у тех, кто планирует участвовать в конкурсе. Как же, если, например, никогда раньше не работал с видео? Как не быть? Не создавал я видеоролики, ребенок мой, предположим, тоже. Как нам действовать? И бывает так, что очень многих это действительно останавливает создание буктрейлера, потому что они думают, что действительно, чтобы сделать те буктрейлеры, которые мы с вами видели, нужно иметь такую очень хорошую, развитые навыки именно в создании и работе с видео. Но я хочу вам сказать, что очень многие ролики занимают и призовые места и прекрасно выглядят, буквально созданные на камеру мобильного телефона, и можно использовать любую программу по монтажу видео, которую можно закачать на ваш смартфон. Есть участники, которые используют видео, специальные редакторы, которые устанавливаются на компьютер, но, опять же, это не принципиально, можно использовать, например, как я уже сказала, приложение для смартфонов. Сейчас прям подробно я на технической части останавливаться не буду, но вот в преддверии конкурса у нас всегда проходит курс для участников, где мы очень подробно говорим как раз-таки про обработку видео, что можно использовать, какие программы лучше использовать, как накладывать титры, как накладывать аудиоряд и так далее. Но, опять же, такой вот момент, если, например, вы понимаете, что вас смущает, что, например, с видеопрограммой вы не работаете, я не думаю, что это может стать каким-то препятствием, как я сказала, на камеру мобильного телефона. На самом деле, большинство буктрейлеров снимаются и там же в телефоне редактируются. Но единственный такой вот момент, когда ребенок снимает буктрейлер или вы ему помогаете снимать буктрейлер, обращайте внимание, чтобы камера телефона была в горизонтальном положении. Потому что потом ролик выкладывается либо на Рутубе, либо, например, ВКонтакте, то есть в публичный доступ и там такой формат видео, что если снимать, как мы, в принципе, с вами привыкли снимать телефон вертикально, то видео будет вот так вот обрезано, это не всегда хорошо смотрится. Поэтому вот такой вот момент, лучше держать камеру горизонтально и потом при монтаже, например, многие пытаются переворачивать видео вертикально. Это не лучший вариант. Титры. Вот здесь хотела бы отдельно остановиться. Мы рекомендуем в ролике, если это уместно, если это, ну, скажем так, не мешает художественной картинке, потому что есть некоторые ролики такие вот очень атмосферные и там мы понимаем, что титров не должно быть. Музыка – да, титры – нет. Но если это не, как я уже сказала, не мешает именно художественному воплощению, то лучше, конечно, титры накладывать, чтобы, и мы это видели с вами в роликах, еще и дублировалось, да, был некий текст, как вот такие вот главные… Субтитры, да, не титры в конце. Да, да, прошу прощения, я имею в виду, конечно, именно с субтитры, то есть когда в самом видео у вас есть либо полностью дублируется то, что говорит автор на видео, либо вы какие-то основные мысли выделяете. Это тоже очень помогает даже восприятию буктрейлера и тому, что ребенок или автор хотел своим буктрейлерам донести. Цветовая композиция. Тоже вот такой момент. Я вот когда подбирала ролики для выступлений, мы с вами видели, вспомните, пожалуйста, первый ролик Екатерины Лазуковой, который мы с вами смотрели, и там же цветовая композиция сразу погружает нас фактически вот в этот фэнтези-мир, в котором оказался герой. Очень часто цвет может передать настроение даже лучше, чем текст или даже лучше, чем музыка. На это тоже стоит обратить внимание, и в первую очередь, потому что, например, ребенок, автор, который создает буктрейлер, может просто об этом не задуматься. А может быть, есть смысл добавить какого-то цвета, чтобы создать определенное настроение, которое вы хотите своим буктрейлерам показать. Конечно, музыкальный ряд, безусловно, все буктрейлеры, которые мы с вами смотрели, они были, там была музыка, и, например, теремок, я тоже не просто так добавила этот ролик, потому что сразу мы с вами попадаем непосредственно в блокбастер «Теремок». То есть ребята вот таким образом интерпретировали сказку и ее представили. И музыка, конечно, нам тоже помогла. И, конечно, важный момент, о котором именно молодые участники могут не задуматься, и вот здесь уже, конечно, больше ответственность тех, кто сопровождает создание буктрейлеров, в данном случае я имею в виду взрослых, это, конечно же, правила оформления и соблюдения авторских прав. Наверное, обратили внимание, что когда буктрейлер заканчивается или подходит к концу, мы с вами видим финальные титры, и там как раз указаны, помимо того, что авторы, руководители создания буктрейлера, все актеры и, конечно же, источники, откуда были взяты материалы, как аудио, иногда это бывают видеоставки, потому что иногда в ПОМ, сами понимаете, что многие книги они инхронизированы, и иногда видеоряд добавляют участники из фильма, почему нет, но обязательно нужно указать источник. Ну и, конечно же, место съемки, год, само собой. И этап важный, но вот мы спрашивали тоже участников в ходе исследования, используют ли они этот этап, и я вам хочу сказать, что те участники, которые, прямо это видно, это корреляцию, те участники, которые занимают высокие места и которые делают действительно хорошие буктрейлеры, качественные, у них есть вот эта презентация фокус-группе. Что имеется в виду? Что когда буктрейлер уже готов, вы его показываете 8-10 человек, больше на самом деле даже и не стоит, и просите выразить свое мнение. Но здесь еще очень важно этот процесс, презентацию фокус-группе контролировать. Что я имею в виду? Именно, наверное, взрослому, тому человеку, который организует этот процесс. Очень важно, чтобы это обсуждение не переросло в то, чтобы рассказывать о том, что не получилось. Потому что, что плохо, всегда можно найти. Мы с вами понимаем, что придраться можно к любой даже самой хорошей работе, ну и плюс сколько людей, столько и мнений и так далее. То есть задача того, кто сопровождает буктрейлеры, создание буктрейлера взрослого, когда он организует эту работу, создать обсуждение таким образом, то есть вести эту беседу. И здесь можно использовать такое достаточно известное правило обратной связи, которое называется правило бутерброда. Выглядит оно следующим образом, что сначала обязательно нужно сказать, что получилось хорошо. И это очень важно для ребенка, который делал буктрейлер. Потому что даже вот видя буктрейлер, даже мы с вами видим этот алгоритм мы понимаем, какая работа на самом деле проделывается. Большая за вот этим буквально двумя-тремя минутами. Поэтому первое, с чего надо начать, это сказать, что получилось. Это очень важно для участников. Потом, безусловно, что можно было улучшить, что можно улучшить именно в такой интерпретации. И последнее, так как мы все-таки с вами говорим про бутерброд завершить нужно. Можно пожелать удачи на конкурсе, а можно поблагодарить ребенка за то, что он вообще своей работой поделился и дал возможность высказать свое мнение о своей творческой работе. Вот таким вот образом построить эту беседу. Если эти правила будут соблюдены, то действительно эффект будет положительный. Можно посмотреть, что действительно можно улучшить, а не расстроиться от того, что вроде старался, делал, а все сказали, что ну вот как-то получилось-то не очень, как-то можно было и лучше сделать. Вот очень важно этого эффекта избежать. Потом, собственно, этап коррекции продукта, и здесь тоже нужно понимать, что не обязательно учитывать все мнения, которые были высказаны на фокус-группе, всегда остается последнее слово за автором, за ребенком, как он правильно считает. И вот я, как мама ребенка, который тоже любит делать буктрейлер и участвует, в конкурсе моей дочери 10 лет, она начала участвовать, когда ей было 8 лет, если я не ошибаюсь. Вот, например, в этом году меня вообще не допустили до создания, то есть мама, мы все будем делать сами. И когда я увидела итоговый продукт, мне очень хотелось вот подсказать, да, покритиковать, но было сказано, что моя дочь наделась своей подругой, что мы решили вот так, и буктрейлер будет отправлен вот в таком виде. это право автора, это право ребенка, поэтому очень хотелось, но нет, ничего не сказала. И, конечно же, этап участия в конкурсе, как я сказала, для многих детей, почему это важно, почему это ценно. Потому что, я повторю эту мысль, потому что ребенок действительно попадает вот в такую среду, где он видит, что любят книги, читают книги, и это важно, это важно, потому что это вот прямо на уровне ценностей формирует у него любовь к книгам. Я это вижу и как мама в том числе, как мама в том числе, потому что там, например, любовью, ну, условно, гаджетом можно проникнуться, и не участвуя в конкурсах, чего уж там, а вот книгам, ну, иногда нужно какие-то вот в таких мероприятиях участвовать, и это абсолютно нормально и прекрасно. После того, как участие в конкурсе состоялось, или после того, как, например, буктрейлер был представлен, где там, не говорили, что не обязательно это может быть конкурс, это может быть, там, не знаю, например, в школе, в соцсети, да, в соцсети, почему нет, конечно. Этап рефлексии успешности проекта. И здесь речь идет даже не столько в том, чтобы, ну, например, буктрейлер не занял, да, предположим, никакого места, либо, не дай бог, получил какие-то нехорошие комментарии там в соцсети, в которые он был выложен. И здесь вот речь идет даже не о том, чтобы подумать, как улучшить сам буктрейлер или что сделать по-другому, хотя и это тоже. А здесь речь идет о том, что получил ребенок, создавая этот буктрейлер. И фокус внимания его направить именно на это. Чему научился ребенок, создавая буктрейлер? Как он себя ощущает? Что ему удалось, что ему понравилось? Может быть, что он исправил? Не в самом буктрейлере, а даже вот в самом этом процессе. То есть фокус внимания должен быть именно на том, каких навыков, какие навыки появились у ребенка в ходе работы над буктрейлером. Если, например, это, ведь бывают же не только индивидуальные буктрейлеры, как правило, это все-таки групповая работа, это, безусловно, еще и навыки групповой работы развиваются. Мы с вами чуть попозже посмотрим один ролик, который прямо это очень четко показывает. Понятно, что вопросы, которые стоит задать ребенку после конкурса, они, конечно, зависят от его возраста, но здесь очень важно действительно обсудить, какие предметные, метапредметные личностные компетенции ребенка развелись. Потому что, понятно, что даже если вы не будете об этом спрашивать, понятно, что это развитие было так или иначе, потому что он уже этот процесс создания буктрейлера прошел. Но очень важно из такого уровня несознательного, что где-то что-то сделал, где-то чему-то научился вывести в сознательный, задавая вопросы, получая ответы. Потому что только это проговаривая, мы получаем, выводим это на уровень сознания, и потом ребенок на это может опираться в своей дальнейшей деятельности. И более успешно, для чего это все делается, возможно, можно более успешно потом участвовать в каких-то других проектах, какую-то другую деятельность свою осуществлять. И, конечно же, планирование дальнейшей работы, может быть, участие на следующий год в конкурсе, потому что, например, наш конкурс ежегодный. И еще два ролика мы с вами посмотрим. Да, Ольга Николаевна. Позвольте, я несколько слов скажу прежде, чтобы вы не сможете смотреть на экран. А возьмите, пожалуйста. Микрофон не работает. Друзья, представьте меня, если кто-то не знает. Да, Ольга Николаевна создатель проекта «Страна читали», основатель. И автор и руководитель. Да, автор и руководитель. Да, и очень сильно переживаю и болею, когда не все получили призы и не стали победителями. Для меня это просто душевная боль. Поэтому, во-первых, я хочу сказать большое спасибо Наталье Александровне. Она все время говорила дети, дети, вот когда вы дети. У нас нет возрастных ограничений. Правда, вы упомянули, конечно, что от 3 до 95 лет. Поэтому каждый из присутствующих сейчас здесь в зале может сделать свою конкурсную работу. И у нас довольно много учителей участвуют, родителей. И вот то, что показывали вымысел, это директор школы и два зауча. Это не старшеклассники, а директоры и два зауча. Да, и они приезжали на награждение. Это гимназия в Нижневартовске. Дальше. Не надо делать буктрейлер в новогоднем антураже. Мы объявляем конкурс с 1 декабря и завершаем регистрацию 15 января. Поэтому люди ждут, 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 они пишут нам потом в почте, когда же вы уже объявите, ну когда же уже. Вот мы объявляем, ну как обычно у нас бывает, все делается за сутки до окончания регистрации, а может быть вы еще продлите. И мы получаем примерно треть работ, которые сделаны с гирляндами, там елки, снег и так далее. Причем содержание книги может быть очень далеким от русской зимы. И учитывая то, что экспертиза проводится в марте, как бы экспертам немножечко странно видеть вот это все, да? Вы понимаете? Поэтому я всем искренне рекомендую отснимать уже летом кусочки, делать фотографии, какие-то видеозарисовки, вот по чуть-чуть вот что-то, может быть даже безотносительно книги. Интересные моменты. Вот обращаясь к тому, что Наталья Александровна тут продвигала эту идею, вот вы увидели, как ребенок нагнулся, что-то смотрит, как гусеница, ползет цветок, там еще там что-то, сфотографируете это. Увидели, как он взял книгу в уголочке, там где-то сел или что-то рассматривает, листает, не обязательно та книга, по которой вы делать будете буктрейлер. Вот он вот смотрит в книгу с интересом, сделайте фото, включите на телефоне запись, собирайте это в папку. Вот эта живость, она придает потом, ну, очень такой серьезный, вернее, не придает, дает серьезный плюс. У нас каждую работу, а я говорю, не макрофон, да, или меня слышно? Да? Каждую работу у нас проверяют три эксперта, и они из разных сфер деятельности. Это образование, библиотечное, книжное дело и медиаиндустрия. Это совершенно разное восприятие ролика, как вы догадываетесь. Кто-то смотрит на то, как звук наложен, кто-то как цвет-цвет, кому-то важно, насколько четко идет соблюдение книжной этики. В общем, совершенно по-разному. Поэтому баллы бывают просто катастрофически разнообразными по оцениванию. Еще все критерии в положении, то есть мы ничего не придумываем. Вы положение о конкурсе смотрите, читаете, и если у вас там написано, что за пересказ содержания книги баллы снижаются, то они будут снижаться. И если вам лично, как взрослому участнику или вашим подопечным, очень сильно хочется рассказать, чем же все-таки закончится этот роман, удержите себя. Пообещайте. А вот то, что произойдет дальше, вы узнаете, прочитав книгу. Держите интригу. Буктрейлер это реклама книги. И самый главный критерий у нас, первый он идет, возникновение интереса к прочтению. За него дается наибольшее количество баллов. Когда посмотрел буктрейлер, ну должно как минимум захотеться посмотреть, если не собственные книжные полки, ну хотя бы там, я не знаю, зайти посмотреть, где эта книга продается, там или в библиотеке она где-то, у друзей поспрашивать. То есть интерес к книге это основополагающее. И, конечно же, наличие книги в ролике. Мы все, конечно же, знаем экранизации, безусловно, и очень любим хорошие экранизации. Но когда идет сплошная экранизация, а человек, который рекламирует книгу, ее даже не показал, ну это вызывает некоторое замешательство. Вопрос. Да. Выбирайте номинацию тщательно, потому что вот эта боль, обида и грусть из-за того, что не получили дипломы, призы, да, у нас, в общем-то, очень даже неплохие призы, потому что все бегут в классическую литературу, современную литературу и сказочное детство. Вот у нас там основное количество участников. Причем под современной литературой мы, очевидно, понимаем какие-то разные критерии. У нас как-то писатели, которые писали в 40-е, 50-е годы, тоже почему-то в современную литературу попали, при том, что мы пишем. И когда техническую экспертизу не проходит работа, люди удивляются, ну как так, я же про современность тут проношу, да, там вот это все, книга, нет, так не получится. Выбирайте, еще есть 12 номинаций, 12, у каждой есть куратор, который разбирается в этой номинации. Самое невостребованное? Вы знаете, я вам сейчас скажу, самое невостребованное, не то, что невостребованное, в ней мало, мало, ну, наверное, приключения, путешествия мало, ну, там порядка 100 работ, да, было. Вот, деньги, счет любят, это ассоциацию курирует, ассоциация развития финансовой грамотности, глазами инженера, то есть, это произведения, в которых упоминаются какие-то инженерные конструкции, подходы и так далее. Эту номинацию у нас курирует огромный творческий проект глазами инженера, он так и называется. Причем, по каждой номинации у нас есть рекомендации, ну, бессловно, можно брать любую книгу, относящуюся к описанию номинации, но мы стараемся помочь людям. Вот, так, дальше, крупными буквами у меня написано, могу показать. Читайте положение. Да? То есть, если у вас три минуты и одна секунда длится ролик, он снимается с конкурса, очень много работ, и, ну, только из-за того, чтобы дисциплинировать. Вообще, с благой целью повысить навык смыслового чтения. и у нас, да, и у нас есть турне победителей конкурса. Мы осенью проводим такие встречи, где победители в номинациях, победители-призеры, они рассказывают о том, как они выбирали книгу, как они читали, как они снимали, как они костюмы везде собирали с миру по нитке, как они делали неновогодний антураж, и так далее, и так далее. В общем, здорово и весело. Ну, вот про группу вы рассказали, И про сайт. Вся информация у нас на сайте, и в группе «Страна читали безгранично и без возрастных ограничений». Мы вас ждем, дорогие друзья. Коллеги, мы с вами сейчас посмотрим еще два буктрейлера, точнее, один буктрейлер, а второй ролик это то, как этот буктрейлер был сделан в рамках конкурса «Страна читали» есть очень интересная номинация, она называется «Селфи-дневник». Она есть каждый год, потому что иногда номинации с года в год бывают разные, есть некоторая ротация, но вот эта номинация она есть всегда, и она заключается в том, что участники рассказывают, как они делали ролик. Я прям не буду останавливаться, но рекомендую вам, если вы решили участвовать, обязательно снимайте материал, как вы создаете ролик, чтобы потом иметь возможность отправить еще и такой ролик, такой буктрейлер на конкурс. Давайте посмотрим с вами два ролика. «Самое главное что такое желтая стрела?» Что такое желтая стрела? «Самое главное»?» И следующий ролик о том, как был сделан этот буктрейлер. Я вам хочу сказать, что именно вот это видео победило в номинации как раз-таки «Селфи-дневник» в 2023 году. Давайте посмотрим. «Селфи-дневник по созданию буктрейлера «По желтой стреле». Идея пришла одним солнечным утром, когда я стояла во дворе, ждала Катя. Эти оранжевые дома на фоне меня просто покорили. Желание сделать ванимацию у меня было давно, и вот появилась конкретная задача. Я отрисовывала все в фотошопе. Сначала рисовала сцена, потом двигались детали и подсохранялись кадрами в JPEG-формате и отправлялись на монтаж. Задача была сделать такой продукт, который можно будет смотреть отдельно от книги и даже после прочтения пересматривать и находить новые пасхалки, а также вообще иметь привлекательный вид, чтобы привлекать внимание. Работа ушла неделя примерно, потому что конкурс мы нашли в январе 10-го, и я все время все откладывала до последнего момента, хорошо хоть Катя начала делать музыку заранее. Я сразу поняла, что мне понадобится помощь других людей, потому что я хотела сделать окончательный продукт, законченный, чтобы он был только наш, не беря никакие материалы из интернета. А для этого надо было найти тех, кто звучит персонажей, и тех, кто напишет музыку, потому что рисую и монтирую я сама. С этой идеей начался наш долгий и тяжелый путь длиной в 3 дня. Это были очень тяжелые и насыщенные 3 дня. Я составила план. План, наконец-то у нас у анимации есть план. Плана как такового у нас сначала не было, мы просто выделили подходящие цитаты для сцен и для озвучки. Но потом мы это все переделывали 33 раза, потому что поняли, что ничего не успеваем. Мы работали очень упорно, постоянно переписывали, все было в процессе. Сидели до 7 утра, чтобы в 8 пойти в школу. Но нам очень повезло, потому что у нашей школы есть студия звукозаписи, и именно там мы все записали, смогли перехватить мальчиков, чтобы они записали озвучку. Вот конечный сценарий, но тут даже видно, что мы не можем определиться с концовкой. И с самим шрифтом. У нас было два варианта. Вот они. Сейчас Катя немного расскажет о музыке. Необходимо было создать абстрактный образ. И для этого был выбран нестандартный размер, конкретно 5 четвертых. И неподготовленный слушатель, скорее всего, подумает, почему это так странно звучит, как будто что-то неправильно написано. Но на самом деле все дело в размере. И в совокупности с подобранными инструментами создается такое вот необычное ощущение. Большая часть популярной музыки написана в размере 4 четверти. Но нам необходимо было добиться необычных ощущений, поэтому выбрали нестандартный размер. Ну, из популярных примеров можно разве что выделить саундтрек к фильму «Миссия невыполнима» с Томом Крузом. Озвучивать оказалось не так сложно. Намного труднее было наложить на это какие-то эффекты, чтобы создать определенную атмосферу. Всего за три дня я сделала 699 кадров, монтировала в Вегасе. Но комп у меня слабый, поэтому все пришлось демонтировать на телефоне. На телефоне я видео монтировала в Капкуте, а звук правила в Киномастере. Прочитайте «Желтую стрелу» и посмотрите наш буктрейлер. Вот хочется теперь еще раз посмотреть. Видите, этот буктрейлер показывает, какая огромная была проделана работа. Иногда так бывает, что сам буктрейлер может и не занять призовое место, потому что 521 буктрейлер был отправлен на конкурс. А вот «Селфи-дневник», когда ребята показали свою реальную работу, как они создавали этот буктрейлер, как раз стал победителем в номинации. Какой класс? Ох, я думаю, что… Какой класс? Это 11 класс, выпускники Нижегородской гимназии. Да, вот в 11 классе они 12 января увидели про конкурс. Я, кстати, вспомнила, я вспомнила, какая у вас номинация. У вас на конкурсляции будет не слышно? Какая у нас номинация, не очень востребована. Возможно, вам будет интересно. Это «Книги на иностранном языке». Их куратором является издательство «Титул» и издательский дом «Евролибра» с очень хорошими призами. Да, книги на иностранном… Все иностранные языки. К ним должен быть буктрейлер тоже иностранный? Есть пункт у нас в положении, что если вы делаете на иностранном языке, либо озвучка идет на иностранном языке и титры на русском, либо наоборот – озвучка на русском, а титры на иностранном языке. У нас эксперты есть, ну, все – и китаисты, и японисты. Мы находим экспертов, которые профессионально оценивают… Помогают озвучивать. Я думаю, что Google в помощь, как говорится. Да, и вот таких шедевральных селфи-дневников у нас накопилось достаточно большое количество. У нас есть подборка, как именно договариваются с музеями, с киностудиями, со светителями, операторами. Есть чему поучиться. Ну, конкурс у нас читательский, как вы понимаете, у нас все связано с чтением. В основном это сертификаты на покупку книг в книжные магазины, либо сертификаты на мастер-классы у писателей в издательствах, у художников-иллюстраторов книг, либо это экскурсии. Например, проект «Глазами инженера» дарил сертификаты на посещение с экскурсии типографий, полиграфических комбинатов. Капитан «Фантастика» — это телекомпания, телеканал из Санкт-Петербурга присылал рюкзаки со всякой начинкой для того, чтобы отправиться в фантастическое путешествие. Кроме этого, наборы книг от Российской государственной детской библиотеки и много всяких интересных штук. Да, у каждой номинации есть кураторы. На сайте конкурса в разделе оргкомитет можно посмотреть, кто курирует. Там не написано, кто какую номинацию, но догадаться можно. — Да, конечно, конечно. — И вы, Николай Николаевна, Наталья Александровна, а есть ли какая-то книга, которая еще не была бы встретила, но лично вам бы хотелось... — Слушайте, вы идете по следам Екатерины Лазуковой, которая каждый год, получив приз за первое место, меня спрашивает, «Толинка, а какая у вас все-таки любимая книга?» — По-моему, соотношение может быть какая-то прям вот очень точная. — Вы знаете, это прозвучит, наверное, шокирующе для вас, потому что все-таки у меня такой статус научный очень, но я очень люблю романы Марии Метлицкой, в частности, «И шарик вернется». Он напоминает мне о моем детстве на Петровке. Вот, и я все жду. Когда же кто-нибудь сделает буктрейлер по этой книге? — Наталья Александровна, а у вас? — В прошлом году я сказала, что моя любимая книга — «Цветы Беллжевлона». — Были? — Я очень люблю серию книг Бориса Акунина про Фондорина. Это мой любимый литературный персонаж. Честно, я не знаю точно, были ли буктрейлеры по этим книгам. Возможно, хотя я вот так сейчас сходу не схожу, мне не попадать. По крайней мере, их было не очень много. Поэтому я бы очень хотела, чтобы такие буктрейлеры были, но это такая моя просто любовь книжная. И полезные ссылки я обещала, полезные QR-коды. Конечно, рекомендации библиографов Российской государственной детской библиотеки. И не только. Обратите внимание, вы по этому QR-коду попадете в нашу группу ВКонтакте, и там уже можно посмотреть просто не только эти рекомендации от Российской государственной детской библиотеки, но и от других библиотек наших партнеров. И в целом всю самую актуальную информацию о конкурсе мы, конечно же, популяруем. Вы хотите, чтобы исследовали номинации? Не надо, мне микрофон, пускай у нас скажет. Номинации новые, а рекомендации прошлогодние. Да, безусловно. Можно использовать их, но я думаю, что в этом году будут еще и новые рекомендации, мы их тоже будем публиковать. Мы решились классики в следующем году. Мы решили, что мы подживем из классики. Надо, чтобы почему-то новым. Да, у нас классику мы снимали, наверное, будет книга юбилей. Да, будут новые номинации, можно будет как раз на сайте. Да, юбилей книги, много книг, юбиляров. Да, сейчас буквально одну минуту. Примеры буктрейлеров, пюр-код тоже можно посмотреть, сфотографировать. Конечно, мы с вами посмотрели прям… И, конечно же, ВКонтакте проекта и сайт проекта, где вся-вся-вся самая подробная информация. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.